Впервые с 2018 года Александр Михайлович вышел на большую сцену, чтобы послать что-то депутатам ЗАГСОБРа и всему оставшемуся населению Забайкальского края. Вообще, согласно законодательству Российской Федерации, главы администрации всех уровней обязаны представить народным избранникам отчет о результатах своей деятельности, а те, в свою очередь, определить удовлетворительно работал тот или иной чиновник или нет. Но в данном случае закон, видимо, не писан, и губернатор впервые предстал со своим обращением перед членами законодательного собрания, поэтому его речь многими воспринималась как прощальная, укрепляя некие слухи, что скоро появится очередной ИО «Не весть кто и не весть откуда». И да, никакой оценки депутаты ему не давали, не их это дело. Есть регионы и беднее Забайкальского края, но где меньше, чем у нас убийств, суицидов, пьянства, поножовщины, насильственных преступлений, наркомании и так далее. Еще недавно Забайкальский край, по историческим меркам, совсем недавно, насчитывал численность населения 1 миллион 370 тысяч человек. Сейчас мы уже немного более миллиона человек. В плохом смысле, благодаря вкладу коронавируса, есть риск уйти на численность региона менее миллиона человек. Вообще, Осипов в своей 45-минутной речи больше внимания уделял нравственной стороне жизни забайкальцев, чем экономическому развитию и конкретным цифрам роста, подъема, падения или перспектив развития Забайкалья. Надстройка, наконец, одолела базис. Не все решается деньгами. Заявил он, падение нравов и алкоголизм мешают нам жить счастливо. А еще нам давно уже доносится мысль, что негативный настрой, дурные мысли, зацикленности на собственных проблемах отвлекают нас по дороге в светлое будущее. Видимо, поэтому съемочную группу ЗабТВ и не пустили на это мероприятие. Причина отказа – недостаточно места, чтобы разместить камеру телеканала. Осмотритесь, действительно, размах не тот. Поскромничали организаторы и на фуршет. Мы обязательно зададим вопрос, во сколько бюджету обошлось это представление, и нам обязательно не ответят. Необходимо развитие экономики, необходимо изменение социальной сферы, развитие инфраструктуры. Сегодня все это делается. Все, практически все сферы жизнедеятельности в Забайкальском крае, находящиеся еще вчера в стагнации, в упадке или в низком уровне развития, сегодня развиваются гораздо динамичнее. Мы, когда брались за дело, нам говорили, что все уже пробовали, и ничего не получается, ничего не дает результата. Многое получается, но это не приводит к главному. Это не приводит к изменению наших ценностей, нашего отношения к жизни. Досталось и мужчинам работоспособного возраста из-за отказа поддержать традиционные семейные ценности. Правительство Забайкальского края делает все, чтобы улучшать жизнь простого человека, подтолкнуть его к здоровому и правильному образу жизни. В культуру, спорт, образование вкладываются сотни миллионов, если верить губернатору, а отдачи от населения никакой. Набор общих фраз, но не речь специалиста, управленца или чиновника. Надо отдать должное, свою речь Александр Михайлович начал со стихийных бед и печалей, что набросились на наш край. Весной этого года мощнейшие ураганы прошли по территории Забайкальского края, в результате которых более 200 многоквартирных домов и социальных объектов были повреждены. На сегодняшний день все работы завершены. Более 102 миллионов рублей было направлено на ликвидацию последствий этих штормов. С 30 мая этого года сильнейшие паводки в течение трех месяцев проходили по территории края. Было охвачено более 17 районов и пострадало 15 тысяч человек. 44 населенных пункта было отрезано. Более 130 километров от дорог повреждено на 500 участках. Особенно было подчеркнуто, что до сих пор продолжается выплата пострадавшим, в том числе тем, кто потерял свое имущество и крышу над головой, но со знаком «плюс», как заслуга правительства. Но мы все помним те события, прошло больше полугода, а люди до сих пор не могут получить причитающиеся им нищенские выплаты, в том числе через суд. Помним, как замалчивались или искажались истинные масштабы бедствия, что многих разрушений можно было избежать, что привлечение волонтеров и доставка питьевой воды и продуктов вертолетами – это не заслуга, а крах системы спасения при чрезвычайных ситуациях в Забайкальском крае. Как умеют у нас перевернуть факты, превращая недостатки в достоинства. А это многозначительная презентация в начале. Обратите внимание на слово «потенциал». Субтитры создавал DimaTorzok Нам столько лет внушают, что мы перспективный регион, оглушают потраченными на наше развитие миллиардами рублей, бодрят перспективами и возможным участием в федеральных проектах, рассказывают о наших еще не освоенных богатствах, недрах и внушительными инвестициями. Но каждый день мы выходим на улицу, задыхаясь от смога, ждем маршрутку, заранее разминая мышцы, чтобы влезть в нее. Бредем мы в другой конец села, в новенький ФАП, в котором нет медиков, едем на заработки в другой регион и мечтаем выучить своих детей. А жизнь наша, со слов главы региона, все лучше и лучше. Хорошая работа, обеспечивающая будущее, дающая материальный достаток – это главное, исходя из чего люди принимают решения о создании семьи, о рождении детей. Это создает качество жизни у людей. У нас есть план по качественному развитию экономики. Он утвержден правительством Российской Федерации 18 августа прошедшего года и предполагает реализацию более 50 крупных инвестиционных проектов, суммы инвестиций в 1,6 трлн рублей и создание 57 тысяч высокооплачиваемых современных рабочих мест. При этом здесь же он говорит о внушительной армии. Больше 50 тысяч человек, нетрудоустроенных и не имеющих квалификации, отвечающие современным требованиям. Но Александр Михайлович нашел универсальное средство, как нам улучшить качество жизни, закончив свое выступление на позитивной, мотивирующей ноте под громкие аплодисменты собравшихся. Хочется, дорогие земляки, чтобы мы сегодня понимали, что все трудности, какие бы ни были и какие перед нами не предстоят, все абсолютно нам по плечу. И что, несмотря на то, что сегодня есть большое количество и поводов для тревог, волнения, пессимизма, есть и много поводов для оптимизма, есть много сделанного, есть много, что делать завтра. И выбор только за нами и за каждым из нас. Каждый, кто хочет, может что-то сделать. Каждый сомневается, найдет подтверждение своим сомнениям. Вот, собственно, и все. Общие слова, невнятные цифры, радужные обещания. Единственные, кто по-настоящему рад, это муниципальные служащие Осипов с самой высокой трибуны объявил о повышении зарплаты нашим чиновникам. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, ЗАП-ТВ